Привет! Меня зовут Никита Филатов, я ведущий геймдизайнер Калибра, и сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы относительно нашей новой системы прокачки и новых ресурсов, материалов. Итак, поехали! Расскажите подробнее, что это за материалы и зачем вы их ввели. Как я уже упоминал, материалы — это новый вид ресурсов, которые будут вам доступны и которые вам понадобятся для прокачки оперативников и исследования различных навыков. Мы ввели материалы специально, чтобы добавить вам дополнительные среднедолгосрочные цели, к которым вы могли бы стремиться. Помимо этого, введение материалов позволит нам в будущем вводить новые интересные игровые системы и механики, которые сделают Калибр более интересной игрой. И это будет касаться не только непосредственно боевых действий, но и всяких интересностей вне непосредственно боя. Что это будет конкретней, мы расскажем чуть позже. Итак, следующий вопрос. Откуда можно получить материалы? Есть четыре типа редкости материалов. Вот. И любой из этих редкостей, любой из этих типов материалов вы можете получить четырьмя способами. Во-первых, это контейнеры за победу. Каждый раз, когда вы побеждаете в любом игровом режиме, вам выпадает контейнер, вы его открываете, получаете какие-то материалы. Во-вторых, это за выполнение ежедневного задания. Вы также получаете контейнер с материалами. В-третьих, при активном премиум аккаунте, вы можете просто зайти в игру раз в сутки и также получить один немного улучшенный контейнер с материалами. Ну и в-четвертых, конечно же, вы можете приобрести контейнеры с материалами в нашем игровом магазине. Так. Почему доступ ко всем материалам получается так поздно, на 40-м уровне аккаунта? Получается, что я не смогу прокачать оперативника до конца, пока не достигну 40-го уровня аккаунта. Как я уже упоминал, есть четыре типа редкости материалов. И основная идея в том, что более редкие материалы начинают падать при более высоком уровне аккаунта. Эту систему мы протестировали на нашей песочнице, которая прошла не так давно. Мы сделали определенные выводы согласно полученным данным. И, разумеется, мы послушали вашу обратную связь. И в итоге решили уровни получения редкости материалов немного снизить. Теперь самые редкие материалы вы начнете получать уже с 20-го уровня аккаунта, не с 40-го. Едем дальше. Что такое навыки и как они работают? Навыки — это пассивные способности, которые помогают максимально приблизить любого оперативника к вашему стилю игры. В дополнение к стандартной линейке прокачки, которые тоже будут адаптированы в версии 0.9.0, обновлены и сбалансированы, мы вводим 4 слота для навыков. И теперь вы можете для каждого оперативника в каждом из этих слотов назначить какой-либо навык из вас и из доступных вам. Каждый навык тем или иным образом влияет на оперативника и на стиль игры. Давайте чуть подробнее об этом позже. Вот как раз тут будет вопрос. Какие есть типы навыков? Итак, всего существует 4 типа навыков. Это физическая подготовка, защитные материалы, боезапас и тактика боя. Каждый из типов навыков отвечает за какие-то свои улучшения. То есть физическая подготовка обычно повышает у оперативников здоровье и выносливость. Тактика боя это передвижение и сопротивление различным воздействиям и так далее. Более подробно вы познакомитесь с системой с конкретными навыками уже в игре. Не буду вам спойлерить. Как получить доступ к новым навыкам? Что для этого требуется? Прежде чем вы сможете назначать навыки для каждого оперативника, вам нужно будет их исследовать. Исследование проводится на специальном отдельном окне навыков, где вы можете про каждый навык подробнее почитать, что он делает. И само собой, каждое исследование требует от вас какого-то количества, во-первых, кредитов, во-вторых, материалов и в-третьих, реального времени. То есть, каждое исследование становится доступным не сразу, а по стечении какого-либо времени. Оно идет в реальном времени. То есть, вы можете начать исследование, уйти из игры, пойти заварить себе кофе, на работу, погулять, вернетесь, а исследование уже, скорее всего, будет завершено. Так как время не останавливается, когда вы выходите из игры. Так, да, зачем нужно время исследования навыков? Можно ли ускорить это исследование? Время исследования навыков нам также нужно для дополнительных целей вашего геймплея. И в будущем так называемые вот эти таймшифты, различные временные периоды, будут нами использоваться и в других системах и механиках. Сейчас это пока выглядит немного непонятно, потому что эта механика используется только в навыках. Но в будущем, при появлении новых систем, все сложится в единую картину. Вы поймете, зачем мы это все вводим. Вторая часть вопроса. Да, можно ли ускорить исследование навыков? Да, есть специальные расходники под названием инструктор. Они позволяют вам ускорить исследование одного навыка. Но помните, что инструктор работает только один раз и только на один навык. И сдачи не дает. Поэтому будет не совсем разумно использовать инструктора, который снижает время исследования навыка на 50 часов, на какой-то навык, общее исследование которого всего равно 4 часа. У вас ваши 46 часов просто пропадут. Поэтому будьте внимательны. Это тоже такой некий стратегический аспект геймплея. Итак, последний вопрос. Есть ли ограничения применения навыков? Да, у каждого навыка есть ряд ограничений. Навыки работают на разные классы оперативников. Соответственно, какие-то навыки подходят только снайперам, какие-то навыки только медикам, какие-то навыки только бойцам поддержки или штурмовикам. Об этом всем подробно указано в навыках. Вы сможете со всем этим ознакомиться непримерно, прежде чем исследовать навык. И, соответственно, выбрать, какие навыки для вас более полезны. Дополнительно расскажу, что в каждой категории, о которых я уже рассказывал, физическая подготовка, защитные материалы, боезапас и тактика боя, есть всего по 7 навыков. Они исследуются последовательно. То есть сначала вы исследуете первый навык категории, потом второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Перескочить сразу к последнему навыку не получится. Ну и, разумеется, самые последние навыки, обычно самые классные, больше всего меняют геймплей и требуют больше всего ресурсов и менее для исследования. Но я хотел бы уточнить, что несмотря на то, что последние навыки чаще именно имеют максимально, максимально меняют геймплей, когда вы их назначаете на оперативника, это не значит, что они самые лучшие по соотношению цена-качество. В том плане, что каждый оперативник требует уникального подбора навыков. Соответственно, оперативники могут отлично себя показывать на навыках низких уровней, если конкретный этот набор навыков хорошо подходит оперативнику. Как и какие навыки применять на каких оперативниках, мы оставляем вам самостоятельно исследовать этот момент и строить свои стратегии и тактики игры. На этом все. Спасибо. Увидимся в бою. Продолжение следует...